всем привет ребят в общем пришел я забирать козу дядь миша греть снимая разрешайте тканин как нельзя снимать но в общем разрешилось один денежка папе миши можно отдать вслух не произносить сумму я наказал сколько стоит коза так что так довольны столько все нормально а це зачем сдача я тетянине звоню и кажу тетянин коза бракована у нее ушей нема кажу дайте у скритку она мне гривня в общем вот козулечка вы мне сказали не не без ушей а без рог она без ушей камола уши указы ой как засветилась как светит на нее свет у коз вообще-то уши вот такие а у этой вообще нету а хотя шейничек или зашо мне его из амс цепком а потом я привезу да все идем до все таки надумаете козу завод да когда сил не буде и передати на козу понятненько все девчонечка пошли а я сидушки витянули сзади да сама но я думаю не страшно с мариной побалакать на жигулях да козочку зовут милка я спросил я чё-то забыл я не помню милка в общем будет белка и милка понятненько все милочка пошли дорогушечка пошли 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 милочка пошли моя девочка идем 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 моя девочка идем красавица а я фотографию выложил в сообщество а мне написали что это не коза козел паху а мне кажется в нем морда такая девчача в открывать дверь марин с другой стороны все спасибо тетнин вот идем идем девочка идем она нам подоржи вот так все дайте окошко открыем нормально все милочка поехали ну все ребят в общем мы начинаем путешествие на андреевку от морозовки до андреевки 60 километров примерно может 55 в общем мы поехали милочка милочка золото иди сюда красавица поехали 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 ну вот так ну как ребят как у меня пассажир марин ты нормально все ребят поехали мы милка ну как тебе там нормально ребят я хотел немножко вам еще рассказать по поводу ну не рассказать а просто высказать свою точку зрения по поводу того что мне последнее время наверно человек 10 написала по поводу того что я должен привести брату кукурузу не знаю сколько мне там прям тоннаж не писали для того чтобы он не ходил бедный не мучился не собирал ее по полям ребята так если бы у меня не было кукуруза я ходил на работу может мне нужно будет было бы ему отдавать свою зарплату ребят но это я не для всех говорил для тех кто считает что я что-то должен про вы все должны понять что никто никому никогда ничего не должен если я могу помочь брату вот в покупке вот такой классной козы я для себя понимаю что это отличная коза брат бы себе такой не купил и я им купил я купил и подарю ему вот это я могу сделать а кукурузы там обидитесь вы на меня будете считать шмотом или еще что-то я ему не дам потому что каждый человек должен работать сам и зарабатывать для своей семьи сам если я ему дам кукурузу он будет кормить свиней этой кукурузой потом продавать свиней получать деньги из-за этого так может чтобы он не мучился не не кормил свиней не продавал и может я ему сразу деньги буду давать но я думаю это неправильно поэтому вот вот такие комментарии вот такого рода пожалуйста мне не пишите потому что это бредятина на самом деле я когда могу тогда брату помогаю я ему как бесплатно кастрирую поросят я ему уток зимой давал я думаю вы видели 25 уток я им отправил с сестрой бесплатно мне не нужны мне не жалко я отдал брату понимаете это совсем разные вещи но кормить его животных я не собираюсь так что вот так милка 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 ты в окошко выглядывать нет ну как тебе поездка расскажи не укачала милка тебя там не укачала о умничка ты моя девочка ребят я вам еще должен я выложил пост сообщества вы видели на счет насчет козы вот это которая выглядывает сейчас в окно и спросил у вас что будет сегодня с этой козой и очень много человек очень быстро отгадала за что вам большое спасибо ну то есть вот это то что вы очень быстро года далее говорит о том что вы меня очень очень хорошо знаете но так как очень много людей отгадала что я буду делать с этой козой а я ее вот и правда везу брату поэтому я передам привет только троим людям а каких я сейчас вон марине скинул 3 скриншота которые догадали одни из первых и сейчас я их прочитаю и вам обязательно ну то есть передам этим троим людям привет да милка в общем ребят вот мне марина дала свой телефон и я я делал три скриншота на телефоне у себя то есть в сообществе там и те которые первые дали что буду я делать с этой козой сегодня и в общем правильный ответ это то что я повезу козу брату и в общем первый кто написал правильный комментарий это каванжи николета в общем николета вам спасибо большое что вы участвовали в этом в этой загадке и отгадали одна из первых в общем вам большой привет и спасибо второй человек это роксана гасимова написала поедет на пмж к брату александру роксана гасимова вам тоже большой привет и спасибо и третий человек это жанна жанна то есть вот на них такое на аватарке подсолнух написала поедет брату вам тоже большой привет и спасибо за то что то поучаствовали. В общем, козочка едет к брату. Вот и въезжаем в Андреевку. Еще меня спросили несколько подписчиков. Я говорил, что Андреевка это моя родина. Я родился прямо в Андреевке. Вот там, где живет сестра, это старый роддом. И вырос все свое детство до юношества. Пока не пошел учиться, я вырос в Андреевке. И несколько человек у меня спросило могу ли я показать родительский дом, продали мы его или нет. На самом деле, сколько себя помню, я родился в квартире. То есть мы никогда не жили в доме. И в этой квартире сейчас живет мой брат. У нас родительская трехкомнатная квартира. Она приватизирована на нас, на всех детей. То есть у нас там в этой квартире у каждого есть уголок 8 квадратов. Поэтому она получается общая и ничейная. В ней живет брат с женой. И все. То есть я на квартиру никаких этих не предъявляю. Мне все равно. У меня есть где жить. Пусть живет. Так что как-то так. Поэтому я не буду показывать вам родительский дом. Если вдруг когда-то захочет брат, он вам покажет. И вы тогда увидите наш родительский дом. В общем, ребят, вот мы уже едем. Это называется колхоз. Мы в Андреевке. А вот эти дома мы называли и сейчас называют колхоз. Потому что это колхозные квартиры, которые давались тем, кто работает в колхозе. Ну, бесплатно рабочим давались. Вот и получается, что и мама моя она работала в колхозе. И папа работал в колхозе. В общем, им дали квартиру. Им сначала дали однокомнатную в этом же доме. Вот покажи наш дом. Сначала дали однокомнатную на втором этаже вроде. В нашем же подъезде. А потом, ну, вот это вот наш дом. А потом, когда у нее у нас стало много, то есть детей, она переселилась. Дом еще был пустой. Она переселилась в трехкомнатную. Поэтому, ну, вот сейчас у нас трехкомнатная квартира. Ну, и вот мы уже приехали к брату. Вон он уже нас выглядывает. Не видно? А, вон выглядит. Вот и приехали. Вот брата собачка, которая которая глухая. А вот брат меня встречает. Ой, у него тут. А вот еще один. А тебе не холодно? Нет. А я в шортах. Хорош, хорош, хорош. Все, да? Все, глушу. Так, Володя, успокойся. Привет. Вот мой брат Саша. Володька, ссылку на... Приехала к нам, вот он. Ссылку на канал брата я оставлю в описании под этим роликом. Кому интересно, переходите, смотрите. Катюш, привет. Привет. Ну как тебе? Смотри, у нее нет ушей. Ага. Обрезала. Ерох нету. Вот такая красавица. И зовут ее Милка. Милка, Милка. Она прям цепок, да? Нет, цепок нужно отдать. Эта тетя Нина дала, чтобы просто было за что вести. Ты боишься, все, не бойся. Не бойся. Она послась, да? Ну да, она послась. Она же послась, она у нее одна, и она молча послась. Не ругалась, ничего. Нет, не орет. Ты же рассказывал, что твоя кричит, когда выходит, да? Да. Это больше, да? Конечно. Она толстая просто. Ну, это вообще красоточка. Вот, глядь. Классная, да, Катя? Ну, Вадя, все, успокойся. Не дает, ребят. Спокойно поговорить. А где твоя? Пошли смотреть. Пойдем. А вы тут и заходите, да? Да, да, да. Пошли. А там уже все позакрывал, позабивал, да, туда, нет? Или ходите туда? Вот, глядь, кукурузку. Боже, сегодня ты... Мне зрители пишут, что я тебе должен дать бесплатно кукурузку. Зачем? Ну, вот объясни, пожалуйста. Стоим, вот, ребят, ну вот... И она собираю и так нормально. Вот, понимаете, человек сам по себе работает и это его делает человеком. То, что он сам может заработать для своей семьи. Вот, с меня я одного взял человека. А меня попросили, чтобы ты показал в моем видео работу своего комбайна. Хорошо снимем. Я вообще вот эту вот всю кукурузу... Милочка. Которую этот... Люди будут собирать. Я уже... Давай я хоть позар... Всем привет, ребят. На канале брата. Да, да, да. Да, это необычненько. Да, первый раз попал на твой это... В твой ролик. Смотри, какая спокойная. Как будто она у тебя и жила. Я жму сейчас. Давай. Опа. Не мотикаюсь вообще. Все, пошли. Все, только мы еще не знаем, мы еще думаем... Куда ее... Нужно есть у тебя? Тетя Нина не стригла. Есть чем? Можем сейчас обрезать. Не, я сам. Сам обрежешь. Нужно не привыкнуть. Ну да, конечно, вообще-то ситуация неподготовленная ты, да? Я вообще-то сам узнал три минуты до того, как я решил ее подарить брату. За три минуты до этого я узнал, что коза вообще продается. Заходи. Так я же говорю, она, глянь, как будто тут и жила. Ей вообще без разницы. Красавица. Красавица. Вот тут и, глянь, расстроились. Молодцы. Молодцы. Смотри, у тебя черная крупнее, чем моя. Крупнее? Да. Да, вообще. Когда я прошлый раз приезжал, они были одинаковые. Твоя? Нет, нет. Я имею в виду, твоя черная с моей была одинаковая. А сейчас у меня черная вот такая. А у тебя черная крупнее, рыженькая. А рыжая вообще плохо растет, да. Сейчас посмотрю. Ой, ты красавица, ты красавица. Ты красавица, ты красавица. Пойдешь, две штуки. Смотри, какая классная, Катюш, да? Ты что? Вот, ребят, когда я сказал в ролике, что у нее нет ушей, я имел в виду, у нее нет вот этих наружных слуховых. Вот видите, у нее такие рыжочки. Кто-то смотрит на нее. На, как на мамонта. Снежка смотрит из куала. Что за звердовый такой? Ты красавица маленькая. Пошли, пошли. Вообще красоточки. Вообще классные. Пошли, пошли, пошли. Боится свиней, свиней боится. Пошли, не бойся свиней. Толкай, толкай, толкай. Идем, идем. Пошли, пошли. Ой, Зинка какая стала худая. Да глянь, малышня, он. Классные, глянь, едят все, да? Да. А что ты не отлучаешь? Куда? Мне что-то сделать. А, пока некуда отсадить, а времени нету, да? Ребята, ребята, я что-то натянет меня, я запутался. Иди, иди. Я вам говорил, что у брата два козла и три козочки, а вы мне написали, что у него один козел, а оказывается, а куда вы его дели? Они его продали, да? Маша, и возьми Вася, и будет заглядывать до Васика. А ну. Ой, такой Вася. О, Боже, а куда она запрыгнула? Ой-ой-ой, за баллоны. За баллон запрыгнула коза? Да, не что. Ой, там закрыто, зай. Да, оп-оп. Нет. Эти боятся мелкие, думают, что за мамонт пришел. Ты что, застряла? Застряла? Ты думаешь, что за зверь такой непонятный? Детка, ты думаешь, что за зверь? Вася. Ой, топла. Достал? Да вот. А, она за два запрыгнула? Да, да, да. Все, ладно, готов. Высовывает. Один. Выйдет сама? Высовывает. Да, я же уже освободила. Вот такая, друзья, у нас будет теперь еще одна коза. А, вот козлик. Вы его привязали, чтобы он не... Да, уже они вырезали. Ты боялась, да? Ой. Ты боялась. И та платье. Да, они спугали. Ой, что за зверь такой? Иди, иди. Глянь, как платье. Одевайся. Да, да. Ладно, пошли сюда. Пошли. Как ее зовут еще раз? Милка. Милка. Милка, как шоколадка. Запомнить легко. Милка, Милка, пошли сюда. Ой, какой подрост, красавец. Ой, 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 это твоя невеста. Чего ты боишься? Невеста пришла на свидание, а ты боишься. Тихо. Хоро свадьба будет. Еще через пару месяцев. Ой, ой, какая... Что за зверь такой, да, непонятный? Вот это знакомство. Ты ж козлик, ты должен ее обхаживать, глянь. Да. Вымя такое же, глянь, классное. Да, да. Ты видишь? Ой, ой, ой. Вот это... Все, теперь тут у тебя друзей, Милка. Красавица. Глянь, глянь. Так, а ты покастрировал, поросят? Нет. Давай сейчас я помогу тебе. Круто дам их. К ней. Да, можно? Можно, да. Да, можно. Ну, ты сам. Крупная, крупная, да. Давай здесь я же сделаю вещи. Да, и... И вы просили меня показать, как работает именно установка брата. Друзья, ну, я уже показал. Сейчас я отойду, чтобы брата не мешать. Да, это будет... Посмотрите, ребят, я... Вот выглядит вот так домашний мини-комбайн. Я не знаю, где он подсмотрел, как его сделать, но он работает отлично. То есть здесь есть все для того, чтобы отходы от кукурузы и от подсолнуха сыпались в одну сторону. Ну, вот есть такое сито. Смотрите. Ну, все, все, малыш. Все, все, все. Вот такое сито, и оно вот так ссыпается. Кукуруза проваливается, сыпется ниже, а отходы качану вот вываливаются в другую сторону. Нет, 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 там же вон еще, видишь, доска? Они на доске, и по доске вот тут ссыпаются, и их... Сдует еще. Ну, я же говорю, а зерно сыпется вот туда вниз и вываливается с другой стороны. Вот здесь где-то есть вентилятор. Вот такой, ну, на самом деле все очень примитивно и очень облегчает брату работу. Вообще он у меня... Я же вчера снимал. Да, молодец. Три минуты мешок. Я понял, но ты снимаешь, и у тебя дергается рука. Вот тебе нужно еще научиться, чтобы не дергалась рука, потому что ты когда объяснял про вот этот комбайн, ты тоже рукой водил прям к каждому этому. Лучше бы ты вот так на стороне поставил и показывал, где что, было бы намного понятней. Понял? Ну... Ну, вообще молодец. Ты что, вот такая приспособа, это просто брат... Кулибин, как мне сказали. Молодец. Помощницы у него вот эти козульки ходят. Да, да, помощницы вчера мне тут... Ты боялся козу? Мешок. Ты козу боялся, ты жених. Гля какой, ох и жених. Ну, все, ребят, давайте сейчас он сделает один мешочек, потом я ему помогу. Ну, я не помогу, я подержу, он сам покострюет, чтобы вспомнить и не забывать. Я думаю, лучше давай ты. Ты все купил? Да, все есть. Присыпка, йод. Да, 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 все есть. Ну, все, ребят, давайте сейчас... Только йод не разбавленный, ничего? Ну, нет, нет, вообще без разницы. В общем, смотрим. В общем, сейчас 2 секунды, как вы почули, да. Все, запускать? Да, давай. Козлик, отойди. Вот, запустился вентилятор сначала. Ага. Потом за счет этого маховика, пока он его раскрутиет. Ага. А что включает-выключает? Ну, чтобы нагрузки не давать, да. Нагрузки не было? Ага. Бачите, разгоняется. Ага. Без маховика кукурузы не хватает. Да, я понял, только я не понял, что такое маховик. Осторожно, отойдусь. А так и все. Ой, кочаны забиваются, да? Нет. Маленькая детка, потому что если больше, оно забивает. Ага. Ага. В общем, вот здесь оно, там ты на какую-то трубу заварил, вот эти, да, маленькие перегороды, да? Арматуры кусок. Один вот так, один отряд, и заточил, вот, а то кукуруз попал. Во, все. И оно ломает на вот такие мелкие кусочки кукурузу. Качаны ломит на кусочки, и кукуруза проваливается через сетку, а качаны вот потихоньку уходят вот сюда в сторону. А кукурузу вот еще провеивает вот здесь вентилятор. То есть зерно сцепается вот туда вниз, и вот здесь по сетке тоже провеивается. И вываливается идеально, идеально чистое. Даже чище, чем комбайн мне скатил. У меня столько колючек, а здесь ничего нету. Просто красота. Но оно здесь и ничего не может быть, потому что у тебя чистые качаны. Но на самом деле у тебя бы была бы колючка, она бы вот здесь не провалилась. Просто машина-огонь. Вон качан вывалился с той стороны, я подниму. А козулька привыкла уже, да? Да, да. Моя девочка, ты красивая. На, красавица, на. Ой, моя хорошая. На. И ты хочешь, да? Вот. Шайтан-машина. Классно, вообще, шайтан-машина. На, на, на. Квитоль. Не хватит. То есть ты высыпал мешок и вот оно все переработало за 3 минуты. Все. Все. Ребят, 3 минуты и мешок, мешок качанов переделал, переработан в этот, в почти пол, больше чуть-чуть, чем пол мешка кукуруза. Да, то есть мешок, на, на, красавица, на, моя девочка. Ой, 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 как у тебя рот драный. На, на, моя девочка маленькая, на. Козы, это вообще такая милота. Красавчики ушастые. Смотрите, а у этой козочки сережки вон на шее висят. На, баранчик. Ой, 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 какой ты хороший женишок. Не гуляла она еще, не знаешь? Нет. Мне кажется, он уже, ну, случил, если бы гуляла. Да я понял. Через месяцок подрастет. А он у тебя майский, ты говорил, да? Да. Мы, когда, я прошлый раз был, нет, майский. Колокола. Не колокольчик, а колокола. Колокола. В общем, белка, снежка, квитка и милка. Ну, такие все нежненькие. Да, ну, я переживаю только за этих. Да, я понял, да. Ну, посмотришь, посмотришь, что будет, то будет. Да, да. Такие они классные. Ну, мелкие, видишь, мелковатые они и растут мелкие. Да, то и на месяц меньше. Просто ты смотри, лучше покрой их где-то в январе. А мы так и будем. Да, или в феврале, чтобы не рано. На лето будут, да. Да, так хоть и на зиму, Михаил. В общем, вот так, ребят. Сейчас мы покострируем поросят и все, и будем заканчивать. А сколько там кабанчиков? Два. А, то есть это всего 3 секунды работы и все. Ну, вот так. В общем, квоска переехала. Смотрите, коза ведет себя спокойно. Вообще никак не реагирует, что у нее поменялись хозяева. Вообще она потому что жила сама. То есть, ну, я имею в виду не со стада. Если бы козу забирали со стада, она была бы крикливая. Так, то, что она была одна. Ну, была тетя Нина, будет Саша и Катя. Я думаю, нормально. Да, Снежечка? Ну, все, ребят, вот так. Ну, конечно, вот тебе я тетя. Покастрировали два кабанчика. Брат говорит, давай ты, будет быстрей. Ой-ой-ой-ой. Да ничего страшного. Да, я понял. Ну, мы все забрызгали. В общем, повыгребаю свинки. Ой-ой-ой, как не нравится. Один спокойнее воспринял, а второй прям такой чуть-чуть нервный. Ну, ничего, ребят. Вроде не сильно руки замазал. Вот на этом и все. В общем, козочка себя чувствует хорошо. Они, конечно, в шоке от того, что она приехала. Места даже нет для нее. Что-нибудь сейчас придумают. А где вы будете? То тут же, что-то будет стоять, да? Ну, и все. В общем, что-нибудь какую-то ей доску положи и все. Вот такой получился ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Пусть радует новых хозяев. Хочется, чтобы она покрылась в этом году. Козлик реально шикарный. И мне кажется, он ей прям подходит по цвету. Он тоже камолой. Он от очень хорошей козы. Конечно, не ламанча. Нет, козла нет. Козел. А, от козла. От очень хорошего козла. Килограмм сто. Конечно, не ламанча. Ушки вот большие. Ну, возможно, мамкины гены от того, что она крупнее, немножко победят. Есть такое слово? Победят. 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 Победют. Победют. Все, спасибо. И вырастут. И вырастут тоже лаванчи. Спасибо, да, за подарок. Я рад. Пусть работает, люди. Пусть работает. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Пока еще светло. Мы с Маринкой поехали. Всем пока-пока. Продолжение следует...